Здравствуйте, дорогие друзья! Я благодарю Бога за то, что у нас есть еще один день, еще одна возможность, а значит, право, которое мы будем пользоваться и сегодня, чтобы останавливать силы тьмы, останавливать саму тьму и пределы тьмы для того, чтобы свет распространялся. И тогда, когда нас Господь сделал носителями света, распространителями его царства, давайте будем пользоваться этой уникальной возможностью. С одной стороны, она уже длится веками, но с другой стороны, эта возможность долгие годы не была принята в Божьем народе, потому как мышление из рабской системы, когда считали себя за гранью возможности повлиять на какую-то ситуацию, не давало возможности действовать. У Бога эта возможность для Церкви всегда была, но мышление, которое подпало под влияние рабства, под влияние плена, оно не позволяло переходить на сторону победителя в практике жизни. И мы с вами сегодня те люди, у которых есть такая возможность осознать и оставить то, что нам мешало двигаться вперед, а значит, усилить позицию неба на земле посредством той власти, которую мы применяем на практике. Власть нам уже дана, и она дана с момента, как мы стали Божьими детьми, потому что Он дал власть быть чадами Божьими. Вот в этом слове не указана возрастная категория. Поэтому, как только человек стал Детем Божьим, у него уже есть доступ к власти. Другое дело, что для этого нужна осознанность, чтобы этой властью правильно пользоваться. И я верю, что человечество сегодня пришло к этой фазе, фазе осознанности и понимания, когда есть уже такая градация, которая даже в общество пришла с пониманием, что надо наблюдать за своими словами, надо понимать, что какие-то привычки тебя разрушают, а какие-то созидают. И люди сегодня повсеместно об этом говорят. И это же общая страница истории человечества, что она вот так перелеснулась, и люди стали говорить о позитивном мышлении, о позитивном исповедании, и даже без основания библейского, но потому что они это стали считывать из атмосферы. А у нас с вами есть основание Божьего слова и Божьего понимания, кто мы, чтобы вещать Божью истину во власти и производить действия с учетом того, кем нас сотворил Бог. Итак, мы можем читать следующий стих. «Живущий на небесах посмеется, Господь поругается им». На что он посмеется? Напомню третий стих, который мы с вами рассматривали в прошлой программе. «Расторгнем узы их и свергнем с себя оковы их». То есть тогда, когда враг начинает ощущать, что оковы на нем только укрепились, то он сейчас или каким-то таким надменным образом, переживая вот эту тесноту, пытается сказать, «Я расторгну эти узы, я и оковы с себя сниму», но живущий на небесах в ответ имеет свою реакцию – посмеется. Итак, друзья, у нас с вами есть уникальное оружие – радоваться в лицо врагу и смеяться с учетом того, что у нас власть, которая непроходящая. Власть, которая утверждена на небе и дана нам для того, чтобы мы ее транслировали на земле. И поэтому, когда мы эту трансляцию делаем в течение каждого дня и понимаем, что ситуация вокруг нас не для того, чтобы нас забить в угол, а чтобы нам выйти оттуда и начать влиять на все то, что вокруг нас оказывается. Если вы куда-то пришли, то мы принесли туда царство. Мы пришли туда с властью, и пусть там мир умножится, потому что царство Божие – это праведность, мир и радость. Это не просто, что там я пришел, и теперь все мне должны быть подчинены. Мы не себе подчиняем людей, а царству Божьему. Ту атмосферу, которая внутри, мы можем транслировать на тех местах, где живем, учимся, служим, работаем и так далее. Поэтому посмотри, какая атмосфера в твоем сердце сегодня, потому что тебе надо будет ее распространить вокруг тебя. И делай это с уверенностью, потому что на небесах Отец смеется в лицо врагу, который хочет скинуть те оковы, которые через Божьего помазанника, значит, через тебя были когда-то накинуты на шею врага. И наша молитва позволит нам сейчас еще и еще добавить радости Царству Божьему. Небесный Отец, я благодарю тебя, что мы можем сейчас вместе с тобой посмеяться в лицо врагу, потому что ты тот, который знаешь силу слова своих помазанников. Ты знаешь силу слова своей власти, которой ты поделился не только с небожителями, но и с теми, кто сегодня ходит по земле. И я желаю, чтобы просвещались очи сердца. Я благословляю каждого человека сознанием двигаться по этой планете Земля, оставляя след власти, след победы, след помазанника, чтобы это помазание, оно разрушало чужое ермо на людях, но укрепляло узы на врагах. И я благодарю тебя, что это возможно. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго. До новых встреч. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok